Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Быстро завоевавшая всемирную известность шведская 40-мм зенитная автоматическая пушка Бофорс Л-60 быстро заняла свое достойное место и в вооруженных силах США. В 40-м году управление вооружением флота США приобрело спаренную 40-мм зенитную установку Бофорс с воздушным охлаждением ствола напрямую у концерна А.Б. Бофорс. В течение месяца осенью того же года датский военный корабль демонстрировал руководству американских ВМФ новую шведскую корабельную 40-мм зенитную установку с водяным охлаждением ствола, стабилизированную в трех плоскостях. Шведская зенитная пушка была сразу выбрана в качестве стандартного малокалиберного зенитного орудия для военно-морских сил США. И американцы скрытно импортировали английский вариант Бофорса и начали производить его нелегально. Формально контракт с концерном Бофорс на производство этих орудий был подписан лишь в 41-м году. Одновременно с военно-морским флотом на 40-мм зенитную пушку Бофорс обратила свое внимание и армия США, которая в конце 30-х годов приняла на вооружение частей ПВО не очень удачную 37-мм зенитную пушку «Кольт Браунинг». Для всесторонних полигонных испытаний из Великобритании были импортированы шесть английских зенитных установок Бофорс QF 40 мм Mark III с ПОАЗО в виде механической аналоговой вычислительной системы Кэррисона. Уже в 41-м году взамен 37-мм автоматической зенитной пушки «Кольт Браунинг» армия США принимает пушку Бофорс под обозначением 40-мм зенитная автоматическая пушка М1 на лафете М2. Это орудие в основном имело такое же устройство, как и 40-мм английская зенитная пушка Бофорс на платформе МК-1. Автоматы верхней станок лафета у американской и английских пушек были взаимозаменяемыми. Новый американский лафет М2 был снабжен электромагнитным походным тормозом на четыре колеса. Имелся также ручной тормоз на задние колеса. Вскоре в производство пошел еще один его вариант – лафет М2А1, отличавшийся от лафета М2 в основном устройством поворотного механизма. Если у лафета М2 скорость горизонтальной наводки составляла 6 градусов за один оборот маховика, то у лафета М2А1 скорость увеличилась до 17,5 градусов за один оборот маховика. Наведение пушки, как правило, производилось автоматически электро-гидравлическими приводами, по данным поступающим с Пуазо. В качестве дублера Пуазо променялся автоматический зенитный прицел М7. Время перехода из походного положения в боевое без приборов управления огнем – 2 минуты. С приборами управления огнем – 12 минут. В боекомплект американской зенитной пушки «Бофорс» включал унитарные выстрелы с осколочно-трассирующей гранатой и бронебойно-трассирующим снарядом. Осколочно-трассирующая граната с трассером-самоликвидатором имела массу от 875 грамм до 935, в зависимости от веса взрывателя, и была снабжена головным взрывателем мгновенного действия. Начальная скорость гранаты составляла 875 метров в секунду. Наибольшая дальность стрельбы – вертикальная – 7000 метров, горизонтальная – 10000 метров. Длина трассы в зависимости от типа трассера – 3200 или 5000 метров. Трассеры-самоликвидаторы давали трассу продолжительностью от 9 до 14 секунд. Бронебойно-трассирующий снаряд М81А1 весил 890 грамм. Боевой заряд и начальная скорость у этого снаряда были теми же, что и у осколочной гранаты. Его бронепробиваемость составляла 50 миллиметров гомогенной стали на расстоянии в 500 метров. Масса унитарных выстрелов с осколочной гранатой и бронебойным снарядом составляла 2 килограмма 120 грамм. Боеприпасы для английских 40-мм зенитных пушек Бофорс МК-1 и МК-2 и американской 40-мм зенитной пушки М-1 были взаимозаменяемы. 40-мм зенитная пушка Бофорс М-1 широко использовалась американской армией и флотом на всех фронтах Второй мировой войны. Кроме того, США по Ленд-Лизу поставляли эти пушки своим союзникам по антигитлерской коалиции. Так, в Англию по Ленд-Лизу поступило 150 40-мм зенитных пушек Бофорс М-1, а в СССР – 5500 зенитных орудий Бофорс американского и канадского производства. Производством зенитных пушек Бофорс М-1 занималась одна из ведущих американских компаний поставщиков артиллерийских орудий для армии и флота США – фирма Крайслер. Причем инженерам фирмы Крайслер удалось ввести в ее конструкцию множество конструктивных и технологических изменений, позволивших поставить выпуск пушки Бофорс на конвейер и вдвое сократить время, необходимое для производства одного орудия. Всего с 1941 по 1945 годы фирма Крайслер произвела для американской армии и флота 60 тысяч зенитных пушек Бофорс и более 120 тысяч запасных стволов к ним. Причем инженерам фирма Крайслер произвела для американской армии и фирма Крайслер.